Музыка А персики якобы есть Череши нет А продают Брут глаза Воруют чужие фотографии Чужих сайтов моих Вот Привозят с юга А мне надо, чтобы мне верили Короче, представляешься людям Зайцев Андрей Николаевич Смайна Так Улица Ну, Девногорская, 58 Ой, так погоди Рядом же не сей Я не говорю тебе рядом Вот как добор Ё-моё Так тогда у тебя персики укрывать не обязательно Я вот и хотел у тебя персики Нет, ты приехал спросить про яблони Ехал мимо Я хотел яблони, черешню и персики Так, давай тогда по порядку Смотри, идёт съёмка Ну, ну Значит, Сергей Железов Несмотря на мои настойчивые эти Сам слышал Отказывается выращивать персики Ой, черешни с принципа Хотя свои черешни и жрём Едим Не, так у тебя же есть Тут черешню как-то выкопать или как её? А как её выкопаешь? Они у меня по 8-10 метров А они размножаются не этим? Это целая проблема Справа выращивается вишня Потом на них появятся черешни А, прививаются А Сергей отказался Персики прививает А черешня отказался Да я его понимаю Да, это Пришлось идти на завод работать Корнавщиком Как всё ухватишь? Я ругаю Говорю Через всё оторву с руками Нет, не буду Ладно, посмотрим И так ты захотел яблони Смотри Вот мы идём мимо Однолетних Какая однолетняя? Это Прививки апрельские Вот они Ты посмотри Розмарин Мировой лидер Видел? Нет Сюда гляди Розмарин Ну вот я вижу Розмарин Ну вот так Запоминай Ты сказал показать Показывай Пойдём Вот Так Кондель Белоснежная Я даже Не знаю Привал ли он Нет Но мы увидели Что? Розмарин 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 Ага А вот это что Заяблони Эй, не трогай Оно последнее Нет Это они есть, да? Нет Это этот Апорт Самое интересное Что это Апорт Алматинский А он Почему-то Начал красить Вот сюда Что ли Перепылился Вот Вот покажу Крупным планом Да я вижу Вот эти Можешь у него Спрашивать Вот Или у него Есть Алматинский Апорт Вес до 500-600 грамм Или у него Есть Крава красная Вот Ну вот Вот это Как и зимний Розмарин Или нет? Розмарин Осенний Ну поздний Вот сейчас Если мы пойдём На тот участок Они висят на дереве Ага Идём сюда Вот Ну начнём Конечно смел бы Супер сорт Да Вот это тоже Яблони Ну Тут не подписаны Мы не знаем Какие Ух ты Его нанесли Сувенир Востока Надо себе Будет несколько Оставить Ещё Не могу Наесться Хотя Это Вёдрами Вёдрами Собираем Наесться Так Назваж Кот Кот Дорогу Перебежал Но мы Туда Не пойдём Там Вон Груши Да И грушами Угощу Пойдём Сюда Угощу Ты мне Посоветуй Какую Уезжай Так Какую Угощу То и будешь Брать Так Вон Они Последние Падают Значит Вот Эту Возьми Подними Попробуй Это Как Называется А то Последним Эти Это Мелба Красная Вот На самом Деле Они Намного Крупнее А Гости У нас Любят Брать Это Вот Она Смотри Вот Она Это Средний Размёр Бывает Два Раза Крупнее Но Не Всегда Так Посмотрели Не Могу Угостить Квинти Ничего Даже Это Еще Лучше Чем Это Мелба Это Мое Последнее Приобретение С Украины Последняя Поездка Какое Чудо Это Тоже И Это С Канады И Тоже С Канады Вот Так Что Мотай На Ус А Вот И Груши Пошли Так Ага Ну Ка Меря Ты Ефимова Видел Те Красные Валялись Полно Ну Да Мы Собирать Не Успеваем Вот Это Есть Саженцы Мотай На Угощу На Обратном Пути Вот И Наконец Мы С тобой Угощаемся Самый 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 Это Это Первая Пятерка Это Летняя Память Яковлева Смотри Вот Попробуй Съешь Это Она Паданка Почти Она Упала И на дереве Застряла Просто Попробуй Вот А Их Еще Чуть Рано Кушать Они Еще Твердые Именно Осенние Вот Потом Если Сейчас Снять Ну Когда Снимаешь Когда Снимаешь Калечатся Вот Эти Самые Видишь Годом Раньше Вот Видишь Отвалилась Это Годом Раньше Но Она Когда Отваливается Сама Вот Это Вот Называется Плодовая Веточка Она Не Замерзает А Вот Если Сейчас Отломать Вот Вот Тогда Вот Это Не Знаю Видно Не Видно Так Хочу Это Жучебная Фотография То Есть Эти Съемки Вот Еще Раз Годом Раньше Раз Это Жива И Получился Плод Значит Она Не Замерзла А Если Я Сейчас Оторву Ее То Надо Отрывать Вот Тут И То Чтоб Вот Это Оставалось Медленно Замерзало А Если Вот Тут Как Бывает Грубо Раз Рано Все Вот Эта Почка Никогда Не Станет А Тут Еще Смотри Сколько Сколько Листиков Столько Впереди Плодов Один На Следующий Год Еще Один Потом Еще Три Четыре Года Еще Будет Плодоносить Не Знаю Получился У меня Показ Нет Или Вот Еще Это Я Как Б Стараюсь Для Всех Вот Так Ж Вот Тут Не Дай Бог Обломаешь Вот Тут На Следующий Год Вот Эти Вот Подавлю По Нему А Поэтому Выглядит Так Дается Команда Колхознику Собрать Груши Раз Поломал Ломал 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 Ну Как Вот Я Б Показал Может Быть Одно Не Ну Ради Науки Как Сказать Вот 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 Допустим Ну Ладно Это Только Ради Того Чтобы Людей Научить Вот Я Ломал Так Вот И Листики Уже Все И Теперь Вот Эти Уже Вот Эти Вот Все Это Замерзнет Вот Это Рана Она Должна Быть Рана Вот Такая А Что Такая Рана Значит Решок Отламывать Вот Или Остригать Да Да Вот Или Вот Так Вот Вот Я Решил Пожертвовать Или Вот Так Вот Она Бывает Проноровишься Раз Это Когда Опыт Появ А Колхознику И часто Выламывают Вместе Знаешь Как Сейчас Покажу Прям Вот Буквально Все Выламывается Почти До Этого До Ветки Донесусь Вот Это Вот Как бы Спасибо Тебе Что Я Вначале Сказал Некогда Мне Окончилось Тем Что Ты Во-первых Ешь Прекрасное Лоды Раз Вот А Я И помогаю С ним Снимать Ну И Смотри Теперь Груши Вот Если Тут Память Аклю Наверняка Должна Быть Я не говорю Конкретно Это Не память Аклю Я Сужу По почкам Вот Но Вон там Груши Вон там Груши Найдет Он тебе Память Аклю Запомнил Вот А это Значит Это Сейчас Ко мне Подъедут Краснодарские Ученые Вот Перед этим Пережил Ученых С Киргизии До того Интересно Было Вот И Буду Их Так же Водить Угощать И к сожалению Почти яблок Не осталось Груши Вот эти Берегу Еще И то благодаря тому Что они осенние Их рано снимать Все что сейчас Висит Это осенние Потому что Скороспелка Мичурина Месяц назад Упала Нарядные Фима Вон Видели Красные Валяются Так Ну что еще Итак Питомником Полторы Полторы тысячи За тысячу Стоит Я говорю От тысячи А там Разбирайтесь С Сергеем Вот Ну-ка Давайте Вот Вот так Глянем Еще Такие Интересно Склярка Тоже Хороший Сорт Это яблоки Яблоки Так 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 Вот это Перчики Они как Они Одно дерево Посадишь Допустим Оно и само Пыляется Парень не надо Нет Я придерживаюсь Такого мнения Все гордо говорят Само плотно Одного хватит Вот Может даже Накормить Ну не каждый год Все таки Капризная штука Вот А я говорю Все равно Всегда Дерево Нужен супруг Или супруга Гены Должны Перемешиваться Вот тогда Оно более Надежное Более Это А оно Собя опылило Так Ты себе Берешь веточку Или там Допустим Эти Самые косочки Самые Опыленного Лучше бы было Двое родителей Вот в этой коске Хорошо Когда два родителя А об этом Никто никогда Не пишет Как будто О ура Самоплодная О красотища А еще Еще одна Вопрос Вот жимолости У меня Да Два куса Один сладковатый Один Чуть горьковатый А как вот Все Как их прореживать Как их все Ты не в курсе А пойдем К жимолости Сейчас тогда Мы сделаем так Вот посмотри Видишь Вчера 130 Это кто такие Абрикосы Это кто такие Это Так Отвлекаешь меня Давай Смотри Вчера 135 Штук Было Выкопано И уехало В Иркутскую Область Так Вот Они опережают Вас Местных Потому что Местные Они Только время Все торопиться Да Да Только Это единственный Путнепитомник На всю округу А нет Вру Жустовский Еще есть Так И Тотаров И Филипп Все Так Смотрите Я сейчас Отключаю Камеру И пойдем Разбираться С этим Жимолостью Персики На том участке Во первых Дело в том Что Вот здесь Уже Проданы Все привиты Вот я еще Если есть персик Сейчас покажу То это Все равно Они как бы Уже За них Заплачены То Вон Пару персиков Проданы 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 Привитых Уже нет То есть Они уже Как бы Предоплата Выкуплены Только на будущий год Нет Пойдем на тот участок Но эти то все В горшках А там без горшков А вон Видать Я сейчас Тебе покажу Стоит ли тебе Его покупать Во первых Они стоят Тысячу рублей Раз Вот Почему Не привитые Но если Выкупать Украина С ком земли То его Можно спокойно Пересаживать Чуть ли не сегодня Рискрешь А ты говоришь Непривитые А чем они Отличаются Давай сейчас Мы что сделаем Отключаем Это будет Первый фильм Мы поговорили Про яблони Правильно И пошли Дальше Разбираться Дальше Продолжение следует...